На театральной площади сегодня началась установка 15-метровой зеленой красавицы на радость анапчанам и гостям курорта. Все с нетерпением ждут, как же преобразится город к долгожданным праздникам и высказывают свои пожелания. Только в центре ярко, а по окраинам особо-то и нету. Хочется, чтобы везде одинаково было. Более нарядных, не знаю, витрин, подготовленных магазинов. Как раз об оформлении предприятия торговли шла речь сегодня на совещании в администрации. Предпринимателям предложили единый стиль оформления в лучших русских традициях с элементами символов города у моря. Еще одну интересную идею озвучила начальник управления культуры Марина Мельникова. В создании елочных игрушек примут участие маленькие анапчане. В этом году мы приобретаем новые игрушки, гирлянды, звезду. Ну и решили, что необходимым элементом оформления этой главной елки города должны стать игрушки, разукрашенные детскими руками. То есть мы сейчас игрушки передаем в художественную школу, в образовательные учреждения. И дети, наши с вами дети, будут рисовать те добрые сказки на этих игрушках и делать их своими руками. И вот эти игрушки станут, конечно же, украшением этой нашей главной новогодней елки. А на площади у администрации настоящий фонтан выключили на зиму. Его сменил зимний вариант – светящийся. В новогодние рождественские дни в Анапе должно быть больше света и ярких огней. Ведь это наш любимый праздник.